Возьмем металлический брусок и положим его на мокрый песок, насыпанный в поддон. Вследствие действия силы, равный весу бруска, на песке возникнет след. Теперь повторим опыт, но поставим брусок вертикально. Результат действия силы на песок будет уже иным. Глубина следа значительно увеличится. Нетрудно догадаться, что если положить брусок на третью сторону, то глубина следа будет отличаться и от первого и от второго. Таким образом, одна и та же сила, в данном случае вес бруска, оказывает разные действия. Глубина следа, то есть результат оказанного воздействия, зависит от площади поверхности той стороны бруска, на которую его ставят. Чем меньше поверхность бруска, тем больше глубина его следа. Если на брусок поставить какую-либо гирьку, то сила действующая на песок увеличится. Увеличится и глубина следа от бруска.